Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я, Сергей Новиков, кандидат психологических наук, автор и ведущий программы «Комельфо». «Комельфо» — французское слово, только пишется «комельфаут», переводится как «так, как надо». У нас обычно переводится как «этикет» или «хороший тонн», то есть поведение людей за столом на разных приемах и так далее, то есть вилка в левой, котлеты в правой. Но мы будем говорить о более широких вещах, так как надо, как надо жить, как приводить в себя порядок в психологическом смысле, какие существуют правила поведения людей и взаимодействия между ними. И вот, может быть, вопросы, которые будут возникать, разберем их. Ну что, начнем? Здравствуйте, уважаемые коллеги! Недавно один мой друг, коллега, однокурсник, сейчас он давно уже живет в Германии, ну, письмо прислал, переписываемся. Ну, есть у него такие корреспонденты по миру, какие-то друзья мои, знакомые, которые наши, эмигранты, там живут. Я просто иногда проверяю то, что пишет наша пресса, и что на самом деле происходит, они рассказывают мне что-то. Вот он мне такую интересную вещь сообщил, что, ну, живет такой как бы деревушка патриархальная, там велосипед, главный транспорт, но на велосипеде он может доехать до электрички, до метро, ну, ездит в Берлин там потом, по делам. Вот он, говорит, я, как называется, планшет там, или что, ридер, да, ну, книга, полторы тысячи книг скачал, говорит, я в метро ехать долго, я читаю разные книги. И что интересно, говорит, очень многие немцы тоже читают книги. И меня спрашивают, а как у нас сейчас читают? Когда-то, ведь, московское метро, тем и славилось там, что практически все пассажиры стоя и сидя читали. Нас называли самой читающей страной в мире. Я им ответил, ни в московском, и в казанском метро сейчас никто ни черта уже не читает. Ну, у молодежи просто провода в ушах, там какая-то музыка звучит. Ну, в лучшем случае читаем рекламу или смотрим монитор рекламный, который на гонах метро. Но мы действительно перестали читать в метро. Вот такой интересный, в общем-то, печальный факт. А с другой стороны говорят, читать-то сейчас нечего, современная литература там плеваться и никому это неинтересно. Но что-то очень такое случилось, вот самочитающая страна перестала быть самочитающей. Что-то тут уж с этим надо делать, потому что, как кто-то сказал, человек, который читает книги, всегда будет править теми, кто смотрит только телевизор. Вот у нас сравнительно недавно произошла такая метаморфоза, которые сейчас как-то успокоились, мы привыкли к ней. Ну, это когда милицию переименовали в полицию. Я не знаю, люди моего поколения, чувствую, большинство людей у нас так называются. Милиционеры, милиция, обращаются товарищ милиционер. Не так уж часто, слава богу, нам приходится обращаться к услугам милиции. Ну, сами полицейские называются полицейскими, они же люди служащие, у них на дверце машина написана полиция. Вот тут такой забавный факт. Строго говоря, действительно, полиция для правоохранительных органов, более правильное название. Это слово полис, город, то есть люди, которые охраняют порядок в городе. Но у нас это связано с царской полицией, тем более с полицаемой Отечественной войны, с предателями. И поэтому, значит, как-то у нас народ это не принял. А милиция, как Грязодор, это милые лица. Это слово милитари, военные формирования. Вот, кстати, вот те, кто сейчас ополченцы Донецка, Луганска, вот их правильно называть милицией. Такое народное ополчение для войны, для защиты своей территории, может быть, там, для освобождения. В Соединенных Штатах во время гражданской войны были такие люди, назывались милитмен, человек минуты. Такая тоже народная милиция была. То есть он там фермер, пашет землю, вдруг по свистку, у него дома ружье, военная форма даже. Он одевается, бежит на сборный пункт и получает же боеготовые подразделения, которые идут воевать, там, с южанами или с северянами. Милитмен, человек минуты. В минуту собирается, идет воевать. У американцев даже стратегическая ракета, на частном вооружении стоит, так называется, милитмен, человек минуты. Ну, просто дети Горостов. Как-то полиция в России не приживается. Как не приживается, впрочем, и капитализм. Вот, когда мы говорим о человеческом общении, актах общения, это не просто передача слов, разговор или важные жесты, какое-то такое невербальное поведение. Но дело в том, что существует три типа общения. Первый из них называется императивное общение, императив. То есть там ваш собеседник или партнер воспринимается, ну, как объект воздействия, он не субъект, он объект воздействия. Оперативное общение, ну, это как в армии, может, да, просто приказ, и он не обсуждается. Иди там, делай так, делай так. В школе очень часто у нас такое императивное общение. Встали, сели, открыли тетради и так далее, и так далее. Ну, где-то просто неизбежно, там, где люди носят погоны, где-то, может, это лишнее. Второй тип общения — это манипуляция. Ну, я вот спрашиваю молодежь, увы, никто не читал, интересные довольно книги были, тридцатых годов. Дейл Карнеги, такой, ну, как сказать, ученый отчасти, оратор там, психолог. У него книги такие, как завоевывать друзей, как правильно обращаться с людьми там, ну, и так далее, как выступать публично. Это знамя манипуляции. Он там советует, скажем, чаще называйте имя человека, с которым вы разговариваете, да, обязательно. Человек любит это, да. Говорите о том, что человеку интересно, темы какие, да, что его затрагивает, о его семье там, может, и так далее. Для чего? Чтобы он подписал какую-то бумагу для вас, да, чтобы он выполнил какую-то вашу просьбу, так далее. Вот это манипуляция. Это воздействие на партнера для достижения скрытых намерений. Ну, даже манипуляция, скажем, представьте, студенты стоят, вот ставят экзамен, ну, кто-то сдает, кто-то в коридоре ждет своей очереди. Вот такой вопрос может прозвучать, ты все выучил. Ну, зачем студенту X знать, что там студент Y выучил или нет? Его интересует только своя личная оценка. Это манипуляция. То есть, по правилам игры тот должен ответить, ой, знаешь, наверное, ничего не выучил, ничего не знаю. То есть, вопрос, что ты выучил, тайный смысл его какой. Успокой меня, скажи, что не один такой дурак. Скажи, что тоже двоечник, мне будет легче. А он так гадко говорит. Да, все выучил, сейчас на пять сдам. Убияет просто человек, убивает. Нельзя так. Вот. А самый, может быть, ценный и очень редкостный тип общения у человека – это диалог. В учебнике русского языка диалог – это разговор двух или более лиц. Вот так послушают люди, двое или более разговаривают, а там элементарная манипуляция, или тем более просто императивное общение. А диалог – это не просто разговор двух, там, трех человек. Он требует еще нескольких таких условий. Значит, первое – это настроение состояния собеседника. То есть, вы не пробовали когда-нибудь попасть, дай бог, в купе-пой за сообщительным человеком? Это патологическое качество. Он общается, общается, болтает, надоел уже, вы в туалет убегаете, в коридор. Человек коммуникабельный, он понимает, что вы не такой общительный, и он снизит темпы. Настроен состояние. Или человек приходит в больницу, в родственник, к операции готовится. А он такой мордастый, смородстый, говорит, да ладно, брось, я узнавал там смертность 3% всего. Молодец, успокоил. Полиция, может, надо и поныть вместе, поздыхать, настроиться на состояние собеседника. Второе – партнер воспринимается как равный. Там никаких нет рангов, погон и так далее. Скажем, студенты-профессор могут обсуждать какую-то интересную курсовую работу, но все-таки у них есть ранги. Профессор будет ставить оценку. А вечером они встречаются в клубе аквариумных рыбок. Такого любителя рыбок. И там уже нет никаких рангов, они равны. Обсуждают карася какого-нибудь. Потом безоценочное восприятие партнера. Примерно, как вот люди к своим детям относятся. Ругают их прочее, упрекают прочее. Ну, это же дети, все равно же свои. То предложишь, Мария Ивановна, у тебя дочка посуды? Говоришь, ленится быть. Давай, я ее придушу, а ты новую сделаешь. Да как это? Что вы такое говорите? То есть это нормальное отношение. Потом такая вещь, как вот содержание диалога не догмы, а проблемы. В этом мире много проблем, но и не так уж их много. И когда вот их нет для обсуждения, люди начинают обсуждать догмы. Вот разговор о погоде типичная вещь. Что-то лето какое-то в этом году неудачное, да, дожди, июль вроде еще, еще дожди идут. Ну, ничего, наладится. Да, наладится. Потом зима будет. Да, зима будет. Потом травка затемнеет. Ну, масса интересной информации. На светских приемах-то пустая болтовня просто, чтобы поддержать разговор. И еще, думаю, персонификация. Разговор от себя. Не от маски, не от роли, которая играет. Я вот такой есть, я вот так говорю. И вот, заметьте, опять таких условий. И вспомнить, отчасти ли бывает, когда все пять совпадают. Даже в семье там в основном идет манипуляция. Там надо играть роли строгого отца, послушного сына и так далее. Поэтому очень редко, с лучшим другом, там, не знаю, другие такие ситуации бывают, идет. Можно не играть роли, быть с собой. И вот тогда будет диалог. И диалог – это отдых от манипуляции. На работе манипулируем. Телевидение, наверное, манипулирует. Реклама, наверное, манипулирует. Если вы, такая у вас работа, надо снять ее как спецодежду, эту манипуляцию, оставить на работе в шкафу и уйти куда-то в диалог, отдохнуть там. Или уж хотя бы побыть в одиночестве. Минимум час. И вот тогда голова очищается. Потому что манипулятор становится тоже жертвой манипуляции. Это тоже опасно. Это как рабочий инструмент, но не целыми сутками. Ну, желаю вам в этом успехов. Был в Соединенных Штатах Америки в свое время такой интересный социальный психолог Стэнли Милграмм. Его книги переводились у нас. «Эксперимент социальной психологии. Очень интересная монография». И мы даже попробовали со студентами нашими, психологами, что-то повторять, сравнивать. Ну, один эксперимент, который мы в Казани не ставили, но он очень интересный. Вот, то есть, по условию эксперимента человек должен войти в трамвай или вагон метро, подойти к человеку, который сидит на сиденье и ничего не объясняя и сказать «Уступите мне место». И все. Не объясняя. Вот. И вот сначала, что прежде чем реально это сделать, Милграмм со своими студентами, аспирантами, решили обсудить, на ваш взгляд, какой процент людей от неожиданности, от испуга встанет и уступит. Они, ну, в среднем посчитали, ну, процентов 14-15. Потом пошли реально в трамваи, это стали делать. Милграмм говорит, я же тоже был, это показать пример. Так я, говорит, 40 минут стоял, настраивался, прежде чем решился пойти к человеку и сказал «Уступите мне место». Так оказалось реально 75% людей встают и уступают место. Не спрашиваю почему. Вот. Ну, опять же, подчеркиваю, как пишут в рекламе, не повторять в домашних условиях – это опасно. Мы этого не делали в Казани. И реакцию наших людей мы не знаем. Американцы, 75% людей вставали. У нас могут и глухо заехать, мало ли что. А вот другой эксперимент мы действительно повторяли на улице Баумоля. Вот представьте себе, что вот дом печати, допустим, на Баумоля. Там мерная база, фонарные столбы между двумя столбами. В середине встает студент и вот смотрит вверх, поднял голову, смотрит на верхний этаж его дома. Ничего не шевелять. Ровно одну минуту. Остальные прячутся вокруг, секундомер. И вот в течение минут одни записывают, сколько прошло налево, сколько прошло оправо. И третий записывает, сколько людей тоже посмотрели. Туда, куда он смотрит. Ну улица многолюдная, там обычно на одного человека даже не реагируют, не замечают его. Потом в два студента встают, тоже смотрят наверх, и тоже одну минуту. Потом три, четыре, пять. Вот после пяти студентов такая группа уже стоит и больше, ну все более количество людей тоже останавливаются или просто на ходу смотрят, куда не уставились. Ну это ладно, мы почитали цифры. А потом математическая обработка по критерию хи квадрат. Получилось, что достоверный результат. Наши люди менее охотно смотрят туда или привыкают к этой толпе. Американцы более охотно. Они действительно индивидуалисты, им так не хватает, может, такого общения. Как один умный журналист написал, говорит, почему американцы любят бейсбол? Для них это шанс побывать на стадионе, вместе поорать, побыть в каком-то коллективе, в обществе. И это их поэтому интересует. Наши люди, ну не на порядок, но достаточно меньшей, достоверной такой разницы. Не очень реагируют на толпу, на какие-то прикосновения, там, быть как все, как ни странно, хотя нас в этом упрекают. То есть вот такие интересные выводы из экспериментов Стэнли Милграмма. Есть такой информационный, что ли, предел, информационно-психологический, три месяца. Вот сезон годы, да, январь, февраль, март, зима, лето, осень. То есть в котором вот какой-то информационный всплеск или события, ну, интересны людям. По параболе так нарастает и снижается. Есть такой график, он растягивает собой такую плату. Это значит, что он искусственно поддерживает какую-то политическую вещь. Ну, даже можете представить себе вот, скажем, событие на Украине. Ну, надоело, действительно, да, обычному обывателю. Не очень интересуется, да. А другому уже писать, что ли, нечего, да. Скорее бы, что там что-то случилось. Вот надоело, да, событие. Вот дефолт с 98-го года, 90 дней объявлялся, три месяца. Другославские бомбежки, три месяца, 11 недель длились. Вот, ну, и так же самое в рекламе, да. Вот, скажем, если какой-то билборд на улице стоит больше трех месяцев, его просто не видят уже. Ну, как дерево, как элемент пейзажа. То есть, вот такую изгломерность есть, да. Ну, однажды я заметил, это тоже было где-то в 98-й год, в те времена. Дефолт, и была, там, ну, динаминация рублей. Когда деньги считали в миллионах, зарплата была в миллионах, да, и потом три нуля отчекры жили, и сейчас мы в современных тысячах, как вот, считаем деньги и так далее. Так вот, я заметил, уровне три месяца, а в течение года люди говорили, что я получаю, там, пять миллионов рублей. Не хотелось терять статус миллионеров. Эта закономерность один раз так нарушилась. Интересно. Есть в науке, ну, в биологии, в экологии такое понятие, что термин «сукцессия», то есть восстановление биоценоза или смена биоценоза на одной площадке. То есть, вот, вроде дерево есть дерево, да, но, оказывается, у них тоже есть что-то вроде разума, что ли, получается. Такое довольно страшноватое или жутковатое впечатление. Вот растет еловый лес, да, его весь вырубили. Ну, вроде есть там семена, шишки в лесу, ну, в земле. Они же должны прорастать. Нет, они несколько лет не прорастают. Они знают, что солнце мороз сожжет сходы. И на этом месте начинают бурно расти и травы, бурьян всякий. Он создает некую теневую такую среду. И вот там начинают проклевываться, растут мелколиственные леса, мелкие деревья. И вот, когда они уже вырастут, вот тогда шишки получают некую команду и начинают расти уже ели. Они быстро вырастают, ну, сравнительно быстро, конечно, заглушают всю эту растительность и, получается, восстанавливается новый еловый бор, каким он был исходно, его предшествиями. Вот что-то такое в обществе тоже происходит и сейчас. Ну, вот сейчас еще не кончилось время такого бурьяна, потому что вырубили всю нашу страну, не спрашивая нашего согласия. И вот бурьян, ну, всякий Ксюша Собчак там и что-то подобное. Другая уже молодежь появилась, да, вот из нынешних студентов мы еще вырастим в мелколиственный лес. Ну, до еловых шишек еще далеко, может сравнительно далеко, но они тоже вырастут, они постановят все, что нужно. Ну, на новом этапе развития будет их уже лучше, чем мы когда-то пробовали. Ну, ненадолго весь этот ерунда, пардак, тем более уже очень заметно, как он все-таки начинает исчезать, появляется новое, вполне серьезное, интересное поколение, а будет еще лучше. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова